Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня хотелось бы показать дополнение к моему предыдущему видео, посвященному моей виниловой коллекции для проекта Станислава Зелинского «Музадрот». Ну, начнем тогда, наверное, с первого винила, который у меня появился, новенький. Это первый альбом группы Rhythmix in the Garden, соответственно. То есть напечатан он у нас в Германии. Вот. То есть как мне объясняли люди, у которых я его покупал, что это переиздание 1984 года, когда дело у Rhythmix после альбома Sweet Dreams пошли в гору и тогда допечатали тираж их первого альбома. Но, честно говоря, есть у меня по этому поводу достаточно серьезные сомнения, поскольку на самом виниле везде стоят маркировки 1981 года. Так что мне как-то по поводу него сложно судить, был ли он переизданием или, соответственно, это оригинальный релиз. Значит, второй винил, это, который мне не хватало в коллекции из оригинальных релизов альбомов и Rhythmix'ов, Rhythmix'ов, да, 80-х годов. Это именно суд, трек-фильму 1984 или 1984. Вот. То есть здесь у нас почти все инструментальные композиции, кроме только одной, соответственно, песни. Вот. То есть группа тогда в 1984 году участвовала в написании саундтрека кочеребной экранизации романа Джона Уррелла. Вот. Вот так вот выглядит. Значит, следующий винил, появившийся у меня в коллекции, это винил «Зе Пауки» Флакнарии, самый первый официальный альбом группы «Зе Пауки», записанный в 96-м году на мелодии. Это вот его первое виниловое, соответственно, издание 2011 года в честь 20-летия группы. То есть выходил до этого он у нас только сначала на кассетах, чуть позднее на CD. Здесь есть какой-то примечательный момент. Бонусом сюда вошла песня 2001 года «Идем в там-там», которая выходила до этого на сборники. Это то, что вы хотели в 2001 году. Вот. Остальные все песни, соответственно, они у нас в оригинальной запись на студии «Мелодия» 96-го года. Вот. То есть вот так он, соответственно, выглядит. Вот с таким он дизайном. Я еще даже его пока не распечатывал. Значит, следующее пополнение моей коллекции это альбом «Ультра» группы «Дипешмот». То есть это у нас получается, к сожалению, не оригинальный релиз. Это уже очередное переиздание 2016 года. То есть вот так вот он у нас выглядит, этот альбом. Вот. То есть вот такой вот задник. Вот так, соответственно, вот перед. Есть здесь вот такой вот разворот, где Дэн Миллер, как продюсер «Дипешмода» и, соответственно, как глава лейбла «Mooten Records», рассказывает историю написания этого альбома. Вот какие-то фрагменты фотосессии Антона Карбина и куски, соответственно, различных вот из клипов, которых тогда снимали. В данном случае это у нас, по-моему, как раз-таки «It's No Good», «Barrell of a Gun». Вот. Соответственно, из этих клипов у нас фрагменты фотосессии. Вот так вот он у нас оформлен. Соответственно, следующий винил, который мне поступил в коллекцию, это немецкое издание альбома Дипешмода «Black Celebration». То есть самое, что как бы интересно у меня до этого был польский лицензионный релиз. Это у нас, соответственно, лицензионный немец. То есть на «Поляке», как мы помним по прошлому моему видео, все вот значки песен были нарисованы. Здесь они у нас именно выгравированы. То есть это все вот гравировка. Я не знаю, будет видно их здесь или нет. Ну вот. То есть это как все было сделано в оригинале. Вот. Плюс ко всему, судя, как я думаю, этот винил у нас печатался в поддержку тура, именно Дипешмода, то есть тура презентации альбома «Black Celebration». И здесь у нас расписание, в каких городах и когда будет выступать Дипешмод. То есть, возможно, этот винил как раз-таки или так уже обклеивался такими наклейками, или он уже продавался во время тура. Честно говоря, вопрос хороший. Вот. Ну, здесь, потому что главное, не как в польском релизе, где у нас всего-навсего шла бумажка с текстами песен, информация о группе. То есть здесь у нас уже вот такой будет полноценный конверт с текстами песен и, соответственно, какой-то информацией о группе. Вот. То есть вот такой вот релиз. Очень я им доволен, на самом деле. То есть западная Германия, 86-й год как раз, то есть никакие не переиздания. Вот. Следующий альбом моей коллекции это триллер Майкла Джоксона. То есть стоит оговориться, что до этого в коллекции у меня уже был этот винил, но, к сожалению, был он болгарского производства. То есть максимально упрощенный. И хороший вопрос, сделан ли вообще даже по лицензии. В данном случае это у нас голландское издание, то есть лицензионное. То есть, как мы видим, здесь у нас даже есть пометочка, какие песни у нас входят в этот альбом. То есть в которых выходили с синглs The Girl is Mine, дуэтом с Полом Маккартни, Билли Джейм, Биттед. То есть такие одни из главных хитов Майкла Джексона на все времена. Вот здесь у нас фрагменты фотосессии к альбому, где Джексон поэзирует вместе с тигренком. Вот. Вот так выглядит его задник. Вот. И, значит, здесь у нас, соответственно, даже вот они идут, текстопесен, ко всем песням. И на некоторые даже песни, вот на дверь, есть карикатура. То есть это The Girl is Mine, где он с Полом Маккартни нарисован. Вот так он выглядит. А со второй стороны конверта это как раз-таки триллер. То есть вот такая там карикатурная иллюстрация. Вот. Ну и, соответственно, вот здесь, что мне нравится, что, кстати, достаточно редко встречается в винилах, есть вот такой специальный вырез под то, чтобы можно было удобнее вот так вот винил вытаскивать, не раздеребанивая конверт. Ну и, конечно, последок я оставил самое вкусное. Это саундтрек к полуметражному мультфильму о Трансформерах 1986 года, то есть так называемая Generation One, саундтрек к полуметражному мультфильму. Здесь, как мы видим, соответственно, у нас представлены такие исполнители, как Стэн Буш, Винсент Ди Колло, группа Energy, группа Spectrum Generals и даже безумный Ил Янкович, заменитый парадист. Вот. То есть здесь все оригинальные 10 треков до этого у нас создававшиеся. К сожалению, это переиздание 2014 года. И что мы видим, здесь у нас только эскиз оригинальной обложки. То есть в оригинале обложка у нас как выглядела? Похоже на Звездные войны, соответственно, к первому фильму Новая Надежда чем-то она ее напоминала. В принципе, было почти все то же самое, но был еще и Soundwave Barhan, здесь нарисован и Конструктиконы вместе с Голливатроном, был еще нарисован Юникрон в виде планеты вот такой, зловещий, в котором он трансформировался. И был на фоне автоботов нарисован еще как раз-таки Hot Rod, он же патрон, он же RodMS Prime, который открывал Матрицу. Вот, здесь же его только в виде машинки трансформирующейся, в которую гоночную он трансформировался, буквально где-то на краю нарисовали. И вот очень странно, почему именно для вот этого переиздания за основу был взят именно эскиз обложки саундтрека, а не полноценный его рисунок. Вот, сзади, кстати, самое, что интересное, как мы видим, то есть это не у нас целый конверт полноценный, соответственно, с клапаном, просто заклеенный на наклейку, что можно потом винил достать и спокойно его использовать. Какая-то информация об исполнителях и альтернативные варианты обложек. То есть вот здесь у нас, например, присутствовал Unicron уже в виде робота трансформированный, есть, соответственно, Optimus Prime. Вот, а здесь, например, главные герои отстреливаются от, соответственно, Unicron. Есть, почему-то, правда, Мегатрон одновременно. соответственно, сейчас даже скажу, да, здесь еще Мегатрон, то есть даже не Гарьватрон, есть зато Циклон, Кнут, Скандалист, Старскрим. Вот, и Unicron в виде трансформации планеты. Вот, ну и я тогда предлагаю сделать анбоксинг, соответственно, этого винила. То есть, мне просто интересно посмотреть, что будет внутри. Сейчас я аккуратненько попытаюсь тогда отклеить защитную наклеечку. Вот. И, значит, вот когда мы наклеечку отклеили с конвертика, вот, вот так выглядит сам винил, то есть он уже готов у нас к использованию, нигде нету никаких у нас этих конвертов дополнительных ПВХ. вот, и, честно говоря, да, меня вот что уже разочаровало немножечко, это то, что я надеялся, что внутри у нас будет какой-то внутренний конвертик красивый с рисуночками, где будет нормальная обложка сонтрека нарисована, но, к сожалению, здесь, в принципе, просто сам обычный винил идет с какой-то информацией про артистов. Для треки, которые у нас на одной и другой стороне написаны, а конверт достаточно стандартный, то есть он у нас бумажный, и внутри проклеенный полиэтиленом, чтобы винил у нас не портился. Вот, вот сама пластиночка, в принципе, 180-граммовый винил. Вот, вот так вот он у нас выглядит. То есть, честно говоря, немножко даже я разочаровался. Вот, в нем, то есть думал, что как-то он поинтереснее будет оформлен внутри, там, может, текстопесен будет, что-нибудь такое, какая-то информация о мультике, но, к сожалению, величайшему нет. Вот, ну а на сегодня это все. То есть, я надеюсь, что до Нового года я успею сделать, как минимум, видео по поводу другого уже проекта, то есть, любимого сериала детства, где я подробно расскажу о таком своем любимом сериале, как Мстители, как раз-таки сериал, имеется в виду сериал, английский сериал 60-х годов. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok